Всем привет! Меня зовут Ренат Мухаммадиев. Добро пожаловать на мой канал, канал мастера по ремонту холодильников. Хочу познакомить вас с этим горе-холодильником, холодильник Липхер, который оказался не на свалке, а у меня в цеху. Почему я его называю горе-холодильником? Да потому что он принес немало хлопот своему первообладателю. Рассказываю все по порядку. Началось все с того, что холодильник перестал хорошо охлаждать. Хозяева вызвали мастера. Кстати, забегая вперед, скажу, что мастеров было несколько. Первый мастер просто заправил фреоном. После этого холодильник проработал, естественно, всего два месяца и снова сломался. Хозяева позвонили мастеру, хотели предъявить, но так и не дозвонились. В общем, пропал. Вопрос. Стоит ли в случае поломки Липхера вызывать мастера по объявлению и соглашаться на ремонт? Отвечу на него чуть позже. В итоге хозяин неисправного красавца Липхера вызвал второго мастера. А тот оказался куда более умнее и произвел типовой ремонт, а именно вылечил болячку холодильника. Вроде как справился. И холодильник проработал еще год. Но затем снова поломка. И опять поиск мастера. Потом опять заправка. И опять поломка. Так бы и мыкался хозяин Липхера год от года, отваливая кучу денег на ремонт своего дорогого любимца. Дорогого в прямом смысле слова. Так как это реально недешевые холодильники. В итоге он вышел на меня. Я его проконсультировал. Дал выбор. Либо капиталить его, что недешево. То есть забирать его в цех. И он остается без холодильника. И второй вариант. Так как я понял, что у него сдают нервы. Думаю, ну все. Терпение у человека кончилось. И предложил ему продать мне свой горе-холодильник. И больше не мучиться. Он так и сделал. А что же было дальше? А дальше я принялся изучать проблемы и болезни Липхера. Провел диагностику и начал работы по реанимированию вольного. Первым делом дал давление на испаритель, верхняя камера. И отдельно на морозильник. Утечка оказалась наверху. Распенил. Весь замарался в каком-то белом порошке, который очень похож на вышивший пластилин. Затем аккуратно все убрал и вычистил место установки новой трубы. Решил не церемониться и бахнул на метную трубу для надежности. В общем, сделал метную копию алюминиевого испарителя. Потом очень аккуратно заклеил трубу полностью алюминиевой самоклеющейся лентой. Получилось великолепно. И напоследок все это дело запенил несколькими слоями. Затем аккуратно заклеил. Итог. Холодильник успешно реанимирован. Итак, друзья. Делаем вывод. Если мастер не только с руками, а еще с головой, это гарантия качественного ремонта. После такого мастера даже горе-холодильник прослужит еще много лет. И мой вам совет. Выбирайте хороших спецов. А теперь важная информация о холодильниках Липхер. Которая поможет вам определиться с выбором при покупке. Вообще, покупать или не покупать, да? Ценовой диапазон современных холодильников Липхер от 30 до 60 тысяч. А этот хладос стоит вообще 110. Непонятно откуда такая цена. Ведь сделаны они очень некачественно. А это все-таки немецкий холодильник. Итак, рассказываю пару минусов Липхера. Первый минус, он, конечно, незначительный, но я скажу про это. Качество пластика так себе. Трескаются ящики в морозилке. Второй недостаток находится внутри. Так сказать, болячка Липхеров. Трубы соединены между собой локринговой муфтой. Керметик между труб из-за резких перепадов температур трескается и появляется микротрещина. Откуда начинает выходить хладагент. И как следствие пропадает холод. Это его главный недостаток. Запомните. Он проявляет себя встретим в течение 4-5 лет. В некоторых случаях даже раньше. В принципе, больше там нечему ломаться. И после устранения этого недостатка холодильник прослужит еще долго. Этот момент касается только холодильников капельного типа. То есть внутри холодильного отделения задняя стенка покрывается и ним. И периодически размораживается. И появляются капли. Кстати, я посмотрел отзывы на этот бренд. И они так себе. Вы тоже можете ознакомиться и убедиться в этом. Итак, друзья. Я рассказал вам все, что планировал и в конце подытожу. Стоит ли покупать такой холодильник? Холодильник, с которым столько мороки? Холодильник, который дороже качественных холодильников вдвое, а то и втрое? Стоит ли переплачивать за престиж? Определенно нет. Видели бы вы разочарованные глаза моих клиентов, когда я озвучиваю суть поломки и ее стоимость? Печальное зрелище. Но если вы уже купили липхер, не отчаивайтесь. Ищите при поломке хорошего мастера. Он вам обязательно поможет. А как найти хорошего мастера, это уже совсем другая тема для видео. Об этом я расскажу позже. А на сегодня у меня все. Пишите свое мнение и комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Я расскажу вам много всего интересного про холодильники, о чем вы даже не подозревали. Ну а мы с вами, конечно же, не прощаемся. Скоро увидимся.